Привет! Чтобы иметь друзей, нужно уметь прощать. Привет! Меня зовут Даша, и это второй цикл видео... Ой, это второе видео из цикла «Мои любимые фильмы». Сегодня настала очередь зарубежного кинематографа, и их будет больше, чем в советских фильмах было, но от этого они не выигрывают. Вот. Один их фильм, это как «Пять наших». И, да, я буду подглядывать свою шпаргалку, свой телефон. Это, конечно же, «Отпуск по обмену». Шикарный фильм. Я могу его пересматривать хоть каждый день. Очень лёгкий, но при этом очень мудрый. Их собственную лигу. Тоже обожаю, несмотря на то, что там играет Мадонна. Я к ней не очень-то, только никому не говорю. Дело происходит во времена Второй мировой, и в силу того, что некому играть в бейсбол на поле, туда стали выпускать женщин. И вот, собственно, об этом фильм. Я вообще очень люблю фильмы о спорте. Обожаю фильм «Как вода для шоколада». Он для меня... А, ещё в этом же списке и «Унесённый ветром». Но! Только «Унесённый ветром». Не продолжение под названием «Скарлет». Я этот фильм люблю даже больше, чем «Унесённый ветром». Это, в принципе, что-то похожее, что-то в этом же духе, но гораздо мудрее, эмоциональнее. И действие происходит в Мексике. Я так поняла. Значит, Аторла. Фильм я люблю... Не люблю, а испытываю расположение к Англии и к их системе образования. Именно вот я имею в виду не школы, а такого пансионного типа, когда вот ты живёшь... Типа Хогвартса. То есть ты там живёшь, а уезжаешь только на праздники. И вот одна девушка, которая действительно Аторла такая. Её отец плавляет вот в такую школу. Вот, кстати, я говорила, что я люблю фильмы о спорте. И хочу назвать ещё один такой фильм. Это «Добись успеха». Только первая часть. Классный. Больше я даже не могу ничего более этого сказать. Ну, полагаю, поводу «Дьявол носит правда» мне особо рассказывать и не придётся. К тому же я упоминала этот фильм. В своём видео «Фильмы против книг». И повторяться, думаю, не стоит. Также я хочу называть фильм «Мама миа» мюзикл. Там тоже, как и «Дьявол носит правда» играет Эмэрил Слип. Но я хочу предупредить. Смотреть фильм нужно исключительно в том варианте, где есть субтитры на русском к песне. То есть не просто, когда там слух поют на русском языке, а вот именно поют на английском и русские субтитры. Обожаю французский фильм «Амеле». Это очень странный фильм, очень необычный, очень философский, очень такой... он пропитан каким-то особым духом. Вот то же самое, в точности, я могу сказать и о фильме «Королевство полной луны». Несмотря на совершенную расхожесть в сюжетах, у них как бы общая душа, что ли, одинаковое биополе, как-то так. Сама от себя не ожидала, что я добавлю этот фильм в список своих любимых, но секс по дружбе, он удивительный. И я хочу сразу договориться, я терпеть не могу фильмы об НЛО, внеземных цивилизациях. Я верю, что они существуют, иначе бы их столько места для попадало. Но я не люблю ни книг о них, ни фильмов, ни статей. Не люблю я эту «Возню» вокруг НЛО, поэтому я... Есть только два фильма, которые более-менее признаю. Это «День независимости». Здесь, я думаю, все его знают, и не нужно ничего про него объяснять. И фильм под названием «Контакт». По сюжету, женщина-астролог, мало того, что ловит сигнал от неземной цивилизации, так еще умудряется влюбить в себя священника, да-да, и сам в нём влюбиться, и он её не отпустил, и хотите, полететь к ним. История, на самом деле, не романтичная, не о любви, хотя об этом тоже. Просто подумала, если я расскажу о любви между ученым и священником, странно, да, вот это как-то тебя заинтригует. Если этого ещё не было, посмотрю этот фильм. Правила съема метод Хитча. Я люблю этот фильм за то, что он даёт понять зрителю. Все психологи правы. Проблемы всегда идут из детства и юношества. Там очень много объяснено про отношения, что правильно там, что неправильно. Но более всего мне импанирует этот фильм тем, что я в первый раз, когда я его видела, вот мне очень странна память, я помню, в каких обстоятельствах я смотрела каждый фильм, просто каждый. Действительно помню. И этот фильм, он, когда впервые вышел в прокат, я его смотрела со своим тогда молодым человеком, и я его любила больше всех, кто у меня когда-либо был в отношениях. То есть вот все остальные, это, наверное, больше влюблённость. А вот по нему я прям с ума сходила. И это было, наверное, ещё в память о том событии я внесла этот фильм в список любимых. Также я хочу назвать фильм «Как отделаться от парня за 10 дней». Тоже романтичный. Пожалуй, я его люблю по той же самой причине. Там много чего про отношения, есть информации. Издательский бизнес. Мне это... Я бы хотела быть... Как-то... Хоть как-то его касаться. А там главная героиня журналистка. Журналист. Да, ещё я интересуюсь рекламой. Там второй главный герой – рекламщик. Обожаю войну невест. Потому что я люблю свадьбы. Как любая другая девушка. И там есть то, чего я никогда не видела в реальной жизни. Настоящая, настоящая, настоящая женская дружба. Моя большая английская свадьба. Тут, думаю, без комментариев. «27 свадеб» из той же оперы. «Шопоголик». Ну, просто люблю такие комедии, лёгкие такие, какие-то вот ненапрягающие. Полные юмора при этом и позитива. Также я хочу назвать совершенно удивительный фильм. Наш его перевели к «Будь моим парнем на 5 минут». На самом деле, в оригинале он звучит так. «Безумный плейлист Никая Нора». Никая Нора. Это фильм о молодых людях. Сами по любви к музыке. У них совершенно одинаковый плейлист музыкальный. И они совершенно случайно сталкиваются друг с другом. Хотя, говорят, всё у меня не случайно. И сначала друг друга ненавидят, а потом что-то вслыхивает. Что-то происходит. Это не просто романтичный молодёжный фильм. Это что-то большее. Там такие шутки, порой они такие грязные. Но это что-то удивительное. Обожаю «Лимонадный рот». Это мюзикл. Все песни туда. В русском переводе. У меня есть и на компьютере, и в телефоне, и вконтакте. И обожаю просто. И это фильм из ряда совершенно легкомысленных. Мозг будет отдыхать во время просмотра. Но зато сердце получит удовольствие. В общем, обожаю «Волшебную страну». Это фильм о создателе Питера Пэна. Совершенно удивительное. И, конечно же, раз уж я назвала «Волшебную страну», то «Пираты Крымского моря». Все части, без исключения, я люблю одинаково сильно. «Где ты?» Мы Джек Воробей. И здесь, если что. Смекаешь? Конечно же, «Назад в будущее» обожаю тоже все части. Одна из немногих трилогий, где мне нравятся все части. Я вообще очень люблю Майкл Фокс, по-моему, в главных ролях. И следующий фильм тоже в главной роли с ним. Он называется «Страшилы». Я вообще очень люблю «Привидения». И этот фильм именно о признаках и человеке, который может их видеть. Очень советую. Очень советую вообще все, что я сейчас перечислила. Сейчас осень. Грустная пора. Многие люди впадают в депрессию. Поэтому одевайся в яркое. До скорых фильмов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok